дорогие друзья всем привет сегодня 14 апреля и как вы уже поняли мы находимся в лесу просто в мекке грибника это шульговка ну это наверно мека для для грибников днепропетровской области и только зашли вот машина стоит целая поляна сморчковой шапочки и на это пастбище я привел всю свою семью почти кроме максика он сегодня в школе привет я вам даже нечаянно одного травмировал да собирайте я угощаю их не резать их вот так вот так раз и все вот так раз и все они отламывать отламывать до ногатком а он самый большой шляпку ему снял работы тут конечно предстоит много и здесь они не прячутся все по вылазили наружу наконец-то мы дождались весны и вот первые грибочки я как как студент 5 курса теоретически подкован знаниями но практически я собираю эти грибы впервые в отличие тёщеньки которая принципе нас сюда-то и привела очень специфическая внешность в этих грибочков я думаю в грибном комьюнити это такие некие представители малых народностей очень экзотические многие люди восхищаются их ней красотой ну вот я даже не знаю я бы сказал что они интересны интересная вот их не волна как раз пошла видимо но я вижу есть даже такие же за раскипет старку вате не брать не будем немножко уже такой подсохшая шляпка пусть он здесь спара носит размножается нож зря я с собой взял ну пригодится в лесу без ножа нельзя находиться всех переполняет счастье от найденной поляны и меня тоже такая удача на первой же грибалочки весенний вот тебе и прикол удобрение значит сразу а сразу и вот смотрите они знают где нужно расти вот какой-то маленький странный грибок вот и такие образцы очень приятные мама говорит с большими корзинами за сморчками и сморчковыми шапочками не ходят сейчас мы и докажем обратное это сейчас я вам скажу где я нашел такую полянку это это же лещина вот она видите наподобие как так но это уже экземпляр старый а вот здесь вот довольно большой сейчас рядом сначала сорвем миласные красавчиками как-то язык не поворачивается таких морщинистых называть экстравагантные грибы да я думаю можно их обозвать экстравагантным ухты какие лапули все равно что-то в них есть красивого ну вот катюша ну я по старинке обычно называют тут и сморчковые шапочки сморчками скажу что бывает и человека называют сморчок что его характеризует не с лучшей стороны но после долгой зимы я рад этим грибам не меньше чем до белым осенью катюша отмечает что грибы имеют запах сырости но я читал что в процессе готовки открывается грибной аромат не очень хорошо их привел на свою голову сейчас еще выгонят отсюда пинками извините я просто уже не мог дальше ехать потому что заболела пятая точка это первая причина а вторая основа это то что я почувствовал что именно здесь надо остановиться и так если посмотреть со стороны здесь мы видим верба это вроде бы да как это вверх верба вербы здесь клены ясенелистные и березы вот посмотрите даже на эти листья сами определите в каких деревьях мы их нашли массово вот по таким экземплярчик и можно судить что рост их не продолжается я правда не знаю до какого времени они будут расти но слышал что пока деревья еще не определение приобрели лиственную крону вот и чем они будут заслонять солнечные лучи пока и будут расти эти грибочки ну как говорит мама до жары до наступления жары грибочки эти не любят жару и вот как только станет жарко они отойдут а жарко обычно у нас становится после официальной пасхи после 2 мая но дальше пойдут не менее приятные и радующие глаз грибы беленькие должны пойти вот еще один пятачок повстречался их тут конечно наверное вам зрители плохо будет видно я вам каждый покажу вот они торчат здесь уже они такие более загоревшие вот такие вот экземплярчики совсем темные и сухие конечно брать не буду ну что ж вот и вот здесь явно не ступала нога грибника то и дело выглядывают эти сморченные эти сморченные шапочки напоминающие пальчики после ванной какашули какого-то лесного животного думаю козочки есть у меня тут одна знакомая козочка смотрите как они прячутся прикольно недавно попал на канал армена альбертиана есть там свежее видео появилось у него о том как он собирал строчки строчки в еловом лесу армен восхищался красотой строчка он сравнивал его с грецким орехом никогда не собирал в еловом лесу во первых грибы а во вторых не собирал строчки где бы они не росли вот и мне стало интересно я еще полез в интернет за дополнительной информацией информацию нашел очень противоречивую я думаю многие из вас уже сталкивались с этим здесь же в статье обсуждают наличие яда в строчке и ниже приводятся рецепты разнообразных блюд по строчку строчки в сметане строчки с лучком может быть вы дорогие мои подскажите в комментариях собираете ли вы строчки и каким образом вы готовите их потому как в начале ученые утверждали об одном яде который там содержится и распадается нейтрализуется с помощью путем кипячения а далее же уже этого яда не обнаружили они вроде как там что-то другое я попала на полянку вот таких вот сморчков только они какие-то оранжевые я слышу катюша там говорит что она напала на полянку сморчков так я вам скажу на полянку привел я за руку оранжевый необычный цвет я вообще конечно их первый раз собираю никогда ранее не собирала их но в том году моя мама угостила нас ими и стало очень интересно как же они все-таки растут мы их собираем в этом году первый раз и сразу случайно попали на такую поляну где просто их куча я уже насобирала вот смотрите такую вот корзинку это конечно просто удача удача я нашел царя сморчковых шапочек сморчкового колпака большой наверное сантиметров 30 длиной я его не буду брать вижу что у него шляпочка-то подгуляла когда люди стареют у них появляются морщины а когда стареют сморчковые грибы они просто сохнут сохнут и темнеют подобно этому некогда красавцу из уважения обхожу его стороной я думаю это он тут появился самым первым а здесь они особо и не прячутся как я уже сказал просто сливаются с опавшей прошлогодней листвой собирать такого рода грибы занятие однообразное в некоторой степени этого мне не за белыми подосиновиками ходить все они один похож на другого практически не отличишь но все-таки радостно что уже весна пришла а знаете друзья наверное я был не прав не такая уж и однообразная эта грибалочка посмотрите этот экземплярчик намного красивее остальных уже пообщавшись с ними ты начинаешь видеть ихнюю красоту это как с людьми это знаете как в школе говорю катя это как в школе приходишь в класс в новый там сидят девочки смотришь вроде бы симпатичных нет но проходит время и в ком-то ты рассматриваешь красоту посмотри сколько их там вон и влюбляешься из того что есть как говорится ну я все свое окружение оценивал конечно в котором тебя не было а потом повстречал такую красивую девушку ты хоть посмотри сюда с первого я в тебя вообще по фотографии влюбился я хотел одеть свои джинсы парадно выходные но катюша во время меня остановила и напомнила о моей привычке искать грибы на коленях точнее даже не искать а именно собирать знаете какое основное правило собирание сморчков это не разгибаться потому что так их очень хорошо видно ты точно ничего не пропустишь потому что они так хорошо прячутся а если бы я у меня высокие просто высокого роста если бы я в полный рост шла я бы это мой вам совет так мы мы все с голодухи сразу бросили собирать и забыли поздороваться можно снимать можно привет давно не виделись да да сразу набрали да а мама набрала в нашем регионе эти грибы не особо популярны в основном люди охотятся за осенними грибами ну возможно за летними но вот ну вот западной европе очень ценятся вот эти сморчковые виды также многие хвалят сморчок полевой ну это тот белый сморчок который растет на полях но мне кажется что он богат песком а кроме от своего грибного вкуса только вчера увидел статью вернее даже пост одного человека в фейсбуке в одной из грибных групп о том что сморчок полевой был как бы мягче сказать выпровожен из красной книги что поспособствует тому что будут более интенсивно охотиться на него но я не думаю что это так так вот он просит чтобы мы собирая этот интересный гриб оставляли срезали его часть шляпки оставляю вместе с ножкой на грунте он утверждает что этот сморчок продолжает свой рост после этого и еще может спароносить поэтому обратите на это внимание собирая эти грибочки а тем более как я уже сказал у таких богатых песком грибочков больше песка конечно содержится вблизи грунта очень легко вынимаются полые внутри грибочки крупенькие я конечно погорячилась одев пуховичок я думала что тут будет как бы прохладно но оказалось нет от такого изобилия грибов мне уже стало жарко пришлось раздеваться и все равно у меня прям вспотело все вот мы встретились снимаю пальто деда мороза отнесу его в машину я тоже упарился кать очень легко вынимаются прям кажется что не совсем не держится ни на чем ехали сюда было пасмурно сейчас уже солнышко как мы собирались а как очень до сколько нервов сколько препятствий там еще заблудились немножко крючочек накинули километров в 20 вот они старые старые осины смотри какие могучие вот это именно тот биотоп который нам нужен я тут недавно прочел такую информацию что вот сморчки или сморчковые шапочки такие товарищи что на одном месте могут и не появится больше вот мы их нашли а потом несколько лет их тут не будет вы уж не обессудьте мы эти сморчковые шапочки в силу своей провинциальности будем иногда называть сморчками вот ближе в тень они такие более серенькие там же где солнышко загорают становятся коричневеньким вспоминается мне катя моя подосиновичная охота когда я лезу такое очень опасно вот да да из-под листиков торчат тут прям массово вот уж катюш как я рачкувать рачкувать приходится а волосы ладно лишь бы глаза тут не оставить мне даже кто-то рекомендовал в очках защитных собираешь вот вблизи болотца опять слышу этот звук напоминающий скрип качелей можем пройти мимо и не заметить что он тут рядышком растет вот тут уже прошел один придавил а большой остался водки к ним несомненным плюсом можно отнести то что они чистенькие дакать а ты пробовала их на вкус не приятные прям по ротовой полости такой грибной вкус раз разлился надеюсь он не начнет выливаться с другого места до того как мы домой вернемся посмотри во что превратились котики на вербе знаешь что напоминает а мне коронавирус это тут было вон побежала маленькая змей кстати не видели лишь ли да смотрю сдалека целая поляна смотрите так идите сюда все вместе угощаю смотри катя тут их просто лес лес сморочковой шапочки видимо невидимо кать ну как тебе хорошо конечно а я верил потому и нашел разные бывают ну вот старенький мы брать не будем откровенно старенький а вот допустим молоднячок ну я не знаю мне просто даже лень уже их срывать их тут море наслаждаюсь просто видом да и все смотри как смотри вот не знаю видно ли будет но тут их лес вот это просто крупный экземпляр мам иди посмотри иди вот там где дима тут да легче ничего себе ноги надо надо это заснять давайте вот это будет вот это ваша половина будет тут тут проще собирать а там или как хотите нет я вот так иду хорошо все договорились я тоже такое засниму сейчас то что я не выдержу так и так и так и так и здесь все усеяно скажи кать есть конечно в свои прелести в такой грибалочки подходи загружай да а что бывает и такое да особенно на том острове идея был так я по запаху сюда и пришел конечно пахнет здесь пахнет счастьем потому что я еще такого обилия не видел даже опять ну вот попалась попалась козочка с полным то лукошком не так просто вылезти дорогие друзья спасибо что побывали сегодня на этой сумасшедшие апрельской грибалочки с нами все рады все довольны все смеются подписывайтесь на канал и до новых выпусков пока еще одной корзинки нет мамину вторую корзинку показать ну как удачно мы выбрать но я думаю не последний раз в этом месяце может завтра если будет хорошая погода мы переспим с этой мыслью и завтра рванем если дождя не будет то я такой бы и в дождь бы у нас там есть плащик один на троих всем пока 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 Продолжение следует...